После новогодних световых изысков прошлого сезона, нынешняя новогодняя иллюминация для горожан стала почти откровением. Предприятия и организации, офисные и торговые точки и даже балконы соревновались между собой в креативе, яркости и красоте. Поэтому в конкурсе на лучшее новогоднее оформление, которое уже в шестой раз проводит Ленинский район Бреста, поступило 63 заявки в семи номинациях. Я благодарен Брестскому интуристу, Нелве, нашему академическому театру, Берестейскому пекарю, центру стандартизации, БТИ, ЖКХ, бассейн Нептун и другие, которые потратили деньги, средства. Это немаловажно, но пошли по этому пути. И теперь это украшение нашего города. 15 конкурсантам вручены благодарственные письма за активное участие в новогоднем оформлении, а дипломы, специальные сувениры, елочки и денежные призы получили 24 победителя и призера, среди которых учреждения образования, здравоохранения и торговли. Мы затратили прилично своих сил собственных, чтобы выглядеть интереснее. И нас такой немножко охватил, такой может быть даже кураж по-своему. То есть мы порадовали и себя, и родителей, прежде всего в смысле оформления новогоднего и получили от этого большое удовольствие. Мы просто хотим каждый год порадовать своих покупателей, людей, которые проходят мимо магазина нашего. И коллектив каждый год, они так любят украшать, подходят так творчески, так душевно, что, наверное, это как раз выливается в результат. Чтобы город предстал в яркой новогодней иллюминации, местами притяжений сделали 8 основных точек в разных микрорайонах. Впервые символ нового года украсил набережную, а также три новых елки предприятия установили за свой счет. За что и удостоились эксклюзивной золотой ели за особый вклад в праздничное оформление Ленинского района. Украшение города, делать город нас лучше, комфортнее, это задача общая. А цифры, скажу так, если это шестой наш конкурс, если в 2013 было три с небольшим тысячи участников голосования, то сейчас 65 тысяч 64. Это определенный показатель. Между тем, в 2018 году у Бреста есть все шансы стать городом света не только в новогодние праздники. Не обязательно это касается, что именно уже прямо под Новый год. Я думаю, что надо вообще такое праздничное настроение переносить вообще на весь год, чтобы радовались, как говорится, наши и глаза, и души вот этому всему. И когда света больше, наверное, и внутри у нас света немножко больше. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.